Иногда мы думаем, что чудеса где-то далеко. На других континентах, в других странах, за тысячи километров от нас. Их очень сложно увидеть. Боже, какая чушь! Кажется, что сотрясается Земля. А может быть, всё проще, и чудеса гораздо ближе, чем мы думаем. Мамочка! Регина Тодоренко и Тимур Родригес отправляются в путешествия по стране в поисках наших чудес. Здесь фантастически круто. Десять уголков нашей страны. Десять уникальных чудес. Десять доказательств того, что невероятное иногда ближе, чем кажется. Такого мы вам ещё не показывали. Орёл и Решка. Чудеса России. Я в шоке от того, как быстро мысль материализуется вообще. Привет, это Орёл и Решка. Помните, друзья, некоторое время назад мы с Региной были на Камчатке и загадали желание оказаться там снова. Мечты сбываются! Самый на Камчатке! Представляете, это очень круто! Более того, мы сегодня даже не будем бросать монетку, потому что Регина в прошлый раз была с золотой картой. Очевидно, что с золотой картой в этот раз должен быть я. Не обнаглели ли вы, Тимур Михайлович? Что же значит не будем бросать монетку? Не обнаглели ли вы, Регина Петровна? Что ты думаешь, что ты будешь второй раз с золотой картой? Эта программа называется не Орёл и Регина. А как ты себе представляешь, что я вот восходить буду на вулкан без золотой карты? Это вообще невозможно! А что ты планов-то настроила, я не понял вообще! Я планов настроила, потому что я хочу туда попасть! Так я тоже хочу туда попасть! Так и подкидываем монетку, Орёл! Решка! Ой, извините, как-то это не по-телевизионному было, но я просто очень рад! А я не расстроилась, знаешь? А что это ты не расстроилась? Потому что я знаю, где запрятаны 100 долларов, ведь я их прятала в прошлой программе! Ладно! Камчатский край – это противоборство стихий, вулканических извержений и мощных волн Тихого океана! И снова мы здесь, на этот раз, чтобы покорить величественные вулканы! Здесь их более 500, 30 из них – действующие! Это единственное место в нашей стране, где можно прогуляться вдоль кратера! И мы не упустим такую возможность! Это будет опасно, но чертовски захватывающе! Ой, хорошо! А-а-а! Горячо! Это медведи! У-ху! Я иду на вулкан! Ну ничего себе! Ради этого стоит жить! Площадь Камчатки больше, чем в Великобритании или Новой Зеландии! Все интересное находится на большом расстоянии друг от друга! Так что без хорошего транспорта и сопровождающего не обойтись! По-моему, самая крутая тачка на площади Петропавловска-Камчатского может быть только для меня! В отличие от Регины Петровны, я не буду рассекать по Камчатке на вертолете! До нужных мне мест можно добраться и на внедорожнике! Заодно все пейзажи по дороге рассмотрю! Ну, все на борт! Внимание, внимание! Камчатка всем постам! По городу передвигается! Очень голодная женщина! Особые приметы! Желтая жилетка, кожаные штаны и шерстяной носок, повязанный на голову! Это не носок! Это мне мама из рукава старого свитера связала! Ой, хорошо! Первым делом я заселюсь в свой отель! И поверьте, ничего подобного за оба сезона вы еще не видели! Знаете, какое самое распространенное желание у жителей планеты? Дом у подножья гор с видом на океан! Чтобы выходить утром и скушать этот соленый запах! Посмотрите, у жителей Камчатки прям сбылось! Прям все сбылось! Зависть! Кстати, в Петропавловске-Камчатском не строят высокие дома, потому что здесь частенько бывают землетрясения, зато посмотрите, какие тут яркие дома! Впервые в тревел-шоу «Орел и решка» я делаю обзор детской площадки! Просто потому что захотелось! Просто потому что, как маме, мне удивительно видеть вулканический песок! Без обычного! Круто, что здесь, на Камчатке, дети играют с вулканическим песком! А у вас всегда был вулканический песок на площадках, да? Круто! А вы знаете, что есть другой? Да? А такого у вас нет? Прикольно! А еще во время прогулки по Петропавловску-Камчатскому нельзя не пройтись по побережью Тихого океана! Авачинская губа – главная артерия города! Здесь кипит жизнь! Корабли день и ночь проходят, гудят! А ночью светятся сотнями огней! Вообще-то я планировала сейчас отправиться за той картой на вулкан Шевелуч, который извергается в данную минуту! Ну, не судьба, поэтому придется посмотреть что-то поближе! Ну вот, вулкан Толбачик – 327 километров от города! Ну, это я буду идти месяца два, наверное! Может, больше! Так, о, вулкан Горелый Мутновский – 90 километров от города! Ну, далековато, я не успею! А есть домашний вулкан – Авачинский! Всего 30 километров от города! Звучит как план! Осталось только понять, как туда добраться! Я что-нибудь придумаю! Я всегда что-то придумываю! Это одно из уникальнейших мест на планете Земля, представляете? Вилючинский перевал! Отсюда видно аж 9 вулканов! 5 позади меня, 3 вот там и 1 вот здесь в тумане! Хотя, если не разбираться в вулканах, может показаться, что, в принципе, каждая гора здесь уже вулкан! Фантастически красиво, правда? Недалеко отсюда я и остановлюсь – в очень необычном месте! Ну, ничего себе! Ху-ху-ху-ху! Вот он, мой приют на сегодня – глэмпинг «Вилючи Кэмп». Это кемпинг со всеми удобствами. Тут несколько уютных белых домиков, и один сегодня будет моим. Главное здесь – виды. А это мой номер, точнее, целый дом. То ли иглу, то ли юрта с видом на все это великолепие. Пойдем посмотрим, что там внутри. Ну, что я тебе скажу, Пашка? В таких местах мы еще с тобой не ночевали. И правда юрта – овечьи шкуры, пушистые покрывалые подушки, расшитый ковер, а кроватей – целых шесть! Это что ж получается? Мало того, что и у тебя есть место, придется, значит, еще приглашать Славика, нашего продюсера, Олю, нашего шеф-редактора. И еще два свободных места останется. Можно Легины Петровны с ее оператором пригласить. Шучу, конечно. А вообще, главное в нашем доме не кровати, а огромное панорамное окно. Нет, ты когда-нибудь такое видел? Ты подходишь к окну, а у тебя перед глазами вулкан. Мне уже не терпится его покорить. Кстати, про не терпится. Удобство тут тоже как в юрте, то есть на улице. Видите эти скворечники? Туалет как раз там. Сейчас наведаюсь туда и сразу поедем на вулканы. Не хочу откладывать свою главную цель. Для одних народов это зловещий дух. Для других народов это настоящий кормилец. Для ученых это просто неизведанная планета, которую можно изучать в вечность. Вулканы! Что же это и в чем их сила? Перед восхождением на вулкан обязательно надо заглянуть в вулканариум, чтобы узнать побольше о том, как они устроены. Пойдем посмотрим. Здравствуйте. Мне нужен билет. Вы можете посидеть музей наш с аудиогидом. Да. Вы можете также посидеть музей с экскурсоводом. Это сколько? С экскурсоводом 1000 рублей. А с аудиогидом? 800. А если без аудиогида и без экскурсовода? Так нельзя. Ну ладно, возьму аудиогид. Кстати, музей прямо как я люблю. Интерактивный. Здесь можно потрогать образцы горных пород и застывшую лаву. Это огромная вулканическая бомба. Вулканическая бомба из базальта. Это вулканическое стекло. И все эти камни вылетают из жерла вулкана во время извержения. Пу-ду-миш. Вы представляете, получить таким по голове? Обалдеть. Извержения – явления столь же прекрасные, сколь и разрушительные. На Камчатке около 30 действующих вулканов. А Ключевская сопка – самый высокий и мощный на всем Евразийском континенте. Этот вулкан почти каждый год выбрасывает пепел, камни и даже лаву. В этом музее можно даже наглядно увидеть вулканические процессы. Вот, например, имитация извержения. Вода закипает, лава закипает, магма выбирается наружу. Пу-у-у! Пу-у! Извините. А еще ученые предполагают, что именно благодаря вулканам появился фотосинтез. Питательные вещества после извержений попадали в реки и землю, что помогло одноклеточным организмам создавать кислород. Оказывается, на вулканических камнях появляются первые живые организмы – лишайники. А потом из них уже вырастают более понятные для нашего глаза растения. Вот всякие, как это, меланелия, ягель. Я даже не знала об этом. Здорово, что я сюда заглянула. Ставлю музею пятерочку. Ну и чтобы злые духи вулкана нас не тронули, напоследок отгоним их, и пускай вулкан спит. Если твоя цель – вулканы, а в кармане золотая карта, то лучшее средство, чтобы оказаться на вершине – это, безусловно, вертолет. Но мне кажется, это как-то не по-приключенчески и, в конце концов, даже не по-мужски. Потому что горы надо покорять на своих двоих. Но добраться к ним нужно на чем-то серьезном. Вот мой новый аппарат, а вот мой супер-вип-гид. Привет! Добрый день. Я Тимур. Павел. Ну что, куда мы отправимся? Вулкан Горелый. Это величественный действующий вулкан в 90 километрах от Китропавловска-Камчатского. Говорят, что восхождение на него – несложное и зрелищное. То, что нужно для такого начинающего покорителя вулкана, как я. Машины меняю, как перчатки. Ох! Туда, куда мы едем, нужна спецтехника. Обратите внимание на колеса, они чуть-чуть спущены. Вы думаете, это случайность? Ничего подобного. По тем дорогам, по которым мы будем добираться до Горелого, лучше приспустить колеса. Именно таким образом мы будем проходить все кочки максимально плавно. Нас, конечно, будет немного трясти, но разве что от удовольствия. В путь! Какие же тут пейзажи за окном, не устаю удивляться. А то, что я увижу во время восхождения, должно поразить меня еще больше. Сейчас увидим. Полтора часа в пути, и мы на месте. Вооружаемся палками для удобства и вперед покорять вулкан. Важно делать это с проводником. Это быстрее и безопаснее. А еще гид может показать самые красивые виды. Сколько немного мы пришли. Ага. А вид уже открылся какой красивый. Ничего себе. Да, ощущение, что мы идем совсем недолго. Но мы уже по факту достаточно высоко. Весь путь займет часа два-три. Пока успею рассказать вам про горелый. Этому вулкану примерно 40 тысяч лет. Сейчас он дремлет, но за последние 150 лет извергался семь раз. И пепел от некоторых извержений находили и в Петропавловске, и Камчатском, и даже в Тихом океане. Представляете эту мощь? Кстати, идем мы не только по горной породе и песку, но и по застывшей когда-то давно лаве. Мы держим путь к самому большому кратеру. Говорят, он поразительно красивый. Надеюсь, я дойду и все вам покажу. На Камчатке очень сложно найти жилье. Просто потому, что спрос превышает предложение. Поэтому необходимо бронировать места, номера заранее. И кто молодец? Правильно, Тимур молодец. Потому что он для себя забронировал хостел. Но получилось, что для меня. Посмотрим, что он там набронировал. На вулкане я сегодня уже не побываю, зато хотя бы в нем посплю. Ведь хостел так и называется – Вулкан. Только вот Тимур забронировал место, но не указал, в какой комнате. А какие есть варианты? Вулкан место у нас есть в многоместных номерах – 1600. Есть в четырехместных номерах – там 1650 и 1750. Но насчет большой заезд я вам советую в четырехместных номерах. Но вы там пока будете одна. Да ладно! Лакшери условия! И он отличается по цене на сколько? 50 рублей. Да ладно! Беру, беру, конечно беру! Кстати, хостел очень просторный. В стиле минимализм. И еще он идеально подходит для путешествий по первозданной природе Камчатки. Здесь у нас доступен к доступной машинке. Вот такие хронштейны большие у нас для туристов специально, для палата, для крупногабаритных вещей. Да ладно, чтобы сушить здесь? Да. И батарея специальная для обуви, для трекинговой. Офигеть, вот такого я нигде еще не видела. Слушайте, реально для путешественника, который возвращается из какого-то трекингового тура, не знаю, похода или восхождения после вулкана. И такая батарея просто необходима, потому что тебе, а, нужно просушить хотя бы свою обувь, огромную, б, палатку и спальник. Вот это кайф! Это очень нужная штука такого, я еще нигде в хостелах не видела. Раз на вулкан я сегодня не поднимусь, то загляну в свой карманный гид. Там я точно найду место, которое надо посетить в путешествии по Камчатке. Если вы не знаете, где черпать вдохновение и идеи для ваших путешествий, ловите совет, используйте Роспас. Здесь собрано множество активностей, музеи, рестораны, городские сервисы и целые маршруты для захватывающих приключений. Просто указывайте регион, на ваш выбор множество локаций. И это тоже Россия. Вулкан Горелый, 1798 метров. Мы вот так уже три часа шарашим. И, честно говоря, большинство людей, поднимаясь сюда, произносят в основном нецензурные слова. А что вот попало в телевизор, максимум, что можно сказать, это блин горелый. Или, короче, горелый. Отсюда и название. Это озеро в кратере. Пашка. Это одно из самых красивых мест, которые я когда-либо видел. Вот он, кратер Голубое озеро. Многие кратеры Горелого заполнены кислотой или такой водой. Над кислотными озерами опасно даже дышать. А такими озерами, как это, можно любоваться без опаски и сколько угодно разглядывать бордовые лавовые склоны и бирюзовую воду. Это просто невероятно. Вот они, чудеса России. Я ужасно горд собой. Покорить вулкан в первый день на Камчатке – это вам не хухры-мухры. Пусть даже это и не самая его вершина. А пиком Горелого считается вот тот выступ. И он уже 1828 метров. Но оттуда не открывается такой шикарный вид. Подниматься туда, в принципе, только ради галки. А мне еще столько всего, чтобы я хотел вам показать. Поэтому пойдем-ка, Пашка, вниз. Я кое-что приготовил. Следующая точка моего путешествия – настоящее вулканическое чудо. Там бурлящие потоки воды, повсюду раскаленный пар и даже по земле горячо ходить. Уже догадались, о чем я? Я сейчас очень хочу поехать в малую долину гейзеров и пообедать. Однажды я уже варила себе еду в гейзере в Исландии. Почему бы не повторить это на Камчатке? Скорее бы, а? Правда, я не знаю, каково здесь автостопом. Ведь гейзеры в 60 километрах отсюда. Остановись! У тебя вон место свободное одно. Пожалуйста. Оказывается, автостоп на Камчатке – дело сложное. Особенно в сезон, когда здесь полно туристов. Поэтому не повторяйте моих ошибок. И планируйте, куда и как будете добираться заранее. До малой долины гейзеров довези! Парень! Да что же это такое? Ну, хоть кто-нибудь! Неужели я сегодня никуда не доеду? Добрый день! Здравствуйте! Скажите, а вы до малой долины гейзеров случайно не довезете меня? Чисто случайно довезу. А вы прямо в ту сторону направляетесь? Да, прямо в ту сторону я там работаю. Вы шутите! Прям берете меня? Прям беру. Спасибо. Ну, наконец-то! Удача мне улыбнулась! Бинго! Моего спасителя зовут Александр. Он остановился здесь, чтобы немного спустить колеса. Так будет меньше трясти в дороге. Так, а может вам помочь колеса спустить? Да, было бы неплохо. Да, давайте. Что делать надо? Вот у меня есть специальные ключи. Да. И сколько так жать? Вот так вот. Ну, я подойду, проверю. Пока давления не будет, 0,8. У меня так скоро яйца сварятся в рюкзаке. А потом еще и ноги. Ничего, потерплю. Зато доеду до долины. И бесплатно. Вулкан я уже покорил, но мне хочется посмотреть и на другие. Времени у меня мало. На восхождение каждому не хватит. Но выход есть. Я же на Камчатке. А это место, в котором надо получать истинное наслаждение от всех ее красот. Я полечу вот на этой штуке. Привет. Здравствуйте. Я Тимур. Саша. Очень приятно. Ну что, мне сказали, что вы пилот высокого класса. О, мастер-то еще какой. Это тележка с пропеллером и парашютом. Пара-трайк. Регина летала на такой вперми. Я, конечно, не такой любитель экстрима, как Петровна. Мне вообще дико страшно. Но долг ведущего обязывает меня взмыть в небо. Ведь я с высоты птичьего полета смогу увидеть и показать вам три вулкана одновременно. Если повезет. Я человек, который боится высоты. И мне не стыдно в этом признаться. И делать это я сейчас буду не для того, чтобы победить собственный страх. А для того, чтобы показать вам Камчатку еще с одной прекрасной точки. Сколько высоты? Они высоко, там 100 метров. Я прям в глазах вижу, что минимум 300. Ну ничего, доверюсь. Такое место спереди, все виды твои. Спасибо. Ох, заводим двигатель и в путь. Как там Гагарин говорил? Поехали. Первые пары минут полета чувствуется только ужас. Ведь между тобой и небом нет вообще ничего, кроме пары ремней безопасности. Ладно, буду представлять, что я в самолете без кабины. А ведь говорил, что будет 100. Я никогда не поднимался на такую высоту, на чем-то кроме самолета. Но зато с такой высоты Камчатский край, как на ладони, отсюда видно домашние вулканы. Аллачинский, Корякский и Козельский. Их так называют потому, что они находятся всего в нескольких десятках километров от Петропавловска-Камчатского. Не периодически страшно, но очень круто. А теперь самая красивая часть нашего полета. Ребята, мы летим над океаном. Вы можете себе представить? Это просто нереально. А сейчас мы спускаемся ниже так, что соленые брызги касаются лица, а волны совсем близко. Это непередаваемое ощущение. Высота перестает казаться опасной, чувствуется только чистый кайф. И хоть я решился на полет не для того, чтобы победить свой страх, мне это все-таки удалось. Ребята, я клянусь вам, это одно из лучших впечатлений моей жизни. И вот по силе кайфа, который я испытал во время полета, их было таких, наверное, на пальцах одной руки уместится. Я никогда еще не летал над океаном вот так, чтобы я фактически мог до него дотянуться. Особенно, когда мы снижались и просто смотрели на волны. Меня сейчас просто разнесло на куски. Ладно, Пашка, иди снимай, я еще полетаю. Поехали? Полетили. Дорога до гейзеров одновременно очень тяжелая и очень красивая. Каждые 20 минут за окном новый вид. Сначала зеленая луга, потом марсианские пейзажи. Иногда трясет так, что даже сдутые колеса не помогают. Ну вот, спустя два часа я на заветной точке. А тебе вот по той тропиночке. Минут 15, да, как я понимаю? Минут 15. Спасибо огромное. Больше не за что. Это место – отличная альтернатива для туристов, которые не могут позволить себе путешествия в крупнейшую долину гейзеров на территории Краноцкого заповедника. Поэтому людей здесь много. Здравствуйте. Приятного аппетита, приятного отдыха. Скажите, пожалуйста, извините, что отвлекаю. Мне на гейзеры туда? Если вы на обратном пути меня с собой поберете. Да? Обещаете? Вызрико-фоточку запилили. Раз, чик-пык, договорились о проезде обратно. Сразу на душе спокойнее. А то я переживала, как буду добираться обратно в город. Супер. Та самая долина гейзеров находится возле крупнейшей геотермальной станции России. Она преобразует тепловоды в электроэнергию и питает около 30% населения Камчатки. А по дороге видишь удивительные пейзажи. Живописные холмы, ледники, водопады. Добро пожаловать в малую долину гейзеров. Выглядит потрясающе, прям безупречно. Жаль, что запах не передается. Ну-ка быстренько зайдите в туалет, вы почувствуете, что чувствую я. Находиться здесь довольно тяжело. Из-за едкого запаха сероводорода уже даже слегка голова кружится. Но зато увижу своими глазами это природное чудо. О, ну градусов 70, наверное. 60. Посмотрите, как кипит, брлит, вот как суп. Земля такая горячая. Хоть бери в ней и томи мясо. Или массаж горячими камнями делай. Горит, как будто земля. Вот чувствуется, что под ней прям, что какие-то процессы идут, что-то томится, томится. Здесь прямо можно проводить открытый урок химии. Кислотные ручьи, разноцветные кипящие лужицы. В сантиметре друг от друга находится горная река, в которой вода холодная. И гейзеры, в которых вода просто горяченная. Ну, пора бы найти водоем погорячее, чтобы быстренько сварилась еда. Класс! А, горячо! А, как горячо! А, очень горячо! Отходите подальше, кстати! Думаю, пяти минут хватит, чтобы приготовить обед. Сосиска. А, горячо! А, какая горячо! И яичко. Боже, оно раскалённое. И лично от меня декор. Высокая молекулярная кухня. Почти Мишлен. Остаётся почистить и попробовать. Вот прям пахнет тухлым яичком. Тоже чуть попахивает, но вообще идеально сваренная сосиска. Но, друзья мои, обедать я передумала. Потому что мой попутчик Александр рассказал мне, что на самом деле это не гейзеры. Малая долина гейзеров – это такая туристическая замануха, на которую даже я повелась. На самом деле это всё фумаролы, в которых содержится малое количество ртути и мышьяка. А вода закипает из-за горячих газов, которые выбиваются из-под земли сквозь холодный ручей. Нескушённый турист не будет разбираться. Бурлит, дымит, чем не гейзер. Поэтому не повторяйте моих ошибок. И мусор после себя убирайте. Хоть и не поела, ну, ничего страшного. Зато сколько впечатлений. Теперь пора думать, как попасть на настоящий вулкан. После этого, я не побоюсь этого слова, вулкана эмоций. Казалось бы, ну что может ещё со мной произойти, чтобы сделать меня ещё более счастливым? Есть кое-что. Это мог бы быть рояль в кустах, но меня ждёт трапеза с видом на Тихий океан. В прошлый раз на Камчатке Регина пробовала местные деликатесы. А теперь моя очередь. Сам шеф-повар ресторана Форест Лодж. Попробуйте наши изыски. Камчатского края, дары. Спасибо огромное. Спасибо. О, я обожаю это всё. Это ассорти сашими. Палтус, гребешок, лосось и осьминог. А ещё икра морского ежа. Просто кладезь витаминов. О, как это хорошо, боже. Всё невероятно свежее и нереально вкусное. Рената Литвинова после такой трапезы сказал, да. Я летаю, я в раю. Поэтому сегодня я летал, а сейчас я в раю. Я готов попробовать следующее блюдо. Это дальневосточный трубач. О, боже, о, боже. Трубач – это моллюск-деликатес. Его так называют потому, что его закрученные раковины раньше использовали как сигнальные рожки. Мясо у трубача очень нежное и сочное. Как же вкусно, боже мой. Пару таких... Вкусов и... Всё, теперь я тоже трубач. Ну и куда же без главного деликатеса Камчатского края? Контрольный выстрел в голову. Этот краб ещё 10 минут плавал там. Узнал, что здесь Тимур. Я хочу к нему. Спасибо. До свидания. Ребята, это лучший краб, которого я ел в своей жизни. Лучший. Свежий, сочный, нежнейший. Вы ещё представить не можете, насколько это вкусно. Некоторые чудеса России можно ещё и съесть. Крабиссимо! Как же хорошо! Вкуснейшие морепродукты, розовый закат, шум тихого океана. Кажется, такое возможно только здесь. Жить в России и не побывать на Камчатке мне кажется абсолютно неправильным. Не следуйте моему примеру. Я слишком поздно оказался здесь. Даже после стольких рассказов о том, как здесь хорошо. Камчатка – это рай. Тимур, значит, покорил вулкан. Селфи с вершины прислал мне. Хорошо, хорошо. Если вы думаете, что я потеряла сноровку, ничего подобного. Мама Регина такую гору сейчас покорит. И я уже знаю, как сделать это совершенно бесплатно. У меня есть отличная новость! Отличная новость! Я только что в интернете спряталась с девочкой Викой, местной жительницей, которая возьмёт меня с собой на экологическую акцию к вулкану! Так, осталось найти девочку с хаски. Такие акции проходят на Камчатке каждый год после фестиваля «День вулкана», на который приезжает множество туристов. И, конечно, после них остаются кучи мусора. Поэтому на следующий день волонтёры собираются и убирают. По-моему, это Вика. Здравствуйте, Вика! Да? Очень приятно, Регина! Очень приятно! Класс! Вот вы та девушка с собакой, которую я искала. А как собака зовут? Алло! Алло! Привет, дружище! Ну что, мы отправляемся в составе всей этой группы на вулкан. Да, это сейчас наши волонтёры, и мы с ней вместе едем на нашу акцию. Прикольно, с собакой на вулкан. Круто! Добираться туда будем на вахтовке. На таком транспорте я поеду впервые. Вы ведь поняли, да, что это, ну, как грузовик? Просто с окнами. И с людьми. Вообще комфортабельно. Покруче, чем некоторые маршрутки. Наша цель сегодня – Аватчинский вулкан. Последний раз он извергался 30 лет назад. Сейчас он закупорен застывшей лавой. У его подножья расположены две базы для альпинистов и лыжников. А восхождение на него не составит труда для подготовленного туриста. Классно, что существуют такие движения. Это очень важно. Потому что бывает безответствие туристы, которые оставляют после себя, как правильно выражается, горы мусора, потом которые нужно почищать и убирать. Потому что экосистема гибнет. А если хотите путешествовать круто и красиво, нужно со собой убирать. Ну что, судя по всему, у меня серьезная болезнь. Называется она вулканомания. И сегодня я готов увидеть нечто суперэкстраординарное. Павел, поедемте. А вы, Павел, будьте готовы это все показать. Все пашки по машинам. Что ты стоишь? Догнать не сможешь точно. Поехали. Как думаете, что меня ждет? Конечно же, еще один вулкан. На этот раз Мутновский. Этот Исполин один из самых активных и древнейших вулканов на Камчатке. Это одно из самых крупных геотермальных месторождений в мире. Значит, сегодня я увижу фурмаролы. Это почти гейзеры. Виды обещают быть очень крутыми. О, стой, стой, стой! Это медведи! Пашка, снимай! Обалдеть! Ты знаешь, чему я удивлен больше всего? Потому что, когда мы ехали туда, здесь шли люди. И где они теперь? Здесь лучше, мне кажется, не передвигаться без сопровождения и без машины. Господи! Ну, они ужасно милые, но это очень опасно, друзья. Путь к Кавачинскому вулкану, который нам предстоит убирать, проходит через русло высохшей реки. И это своего рода местная достопримечательность. Какие глыбы! Каждый уважающий себя турист должен построить пирамидку из камней и загадать желание. Самое главное, чтобы она простояла максимально долго. Я тоже построю. Только насобираю побольше стройматериала. Посмотрите, какая вулканическая порода. Какой пористый камень. Пенза! Камешки шершавые, они не скользят. И строить очень легко. Посмотрите, какая красота получается. Так, теперь желание. Все, загадала. Кстати, приезжая сюда, туристы выкладывают не только камешки, но еще и названия своих городов. Тут можно увидеть практически карту туристических путешествий. Ну, такую, как в Орле и Решке. Ростов был, Санкт-Петербург был, вот Камчатка была. А мы продолжаем путь. Какая же долгая дорога на Камчатке ко всем красотам. Но хоть с гидом поболтаю, узнаю побольше про этот край. Я еще слышал, что Камчатка – это такая самая сейсмоактивная зона в России. Это правда? Да, абсолютно. То есть землетрясение у вас случается? Частенько. Да ладно, а сколько баллов? Сейчас поменьше, от 3 до 5 в основном. А вообще магнитуда может доходить до 8 с половиной. Такая сила ломает скалы, дома и обрушивает цунами на поселение. Последствия от землетрясений силой от 3 до 5 не такие страшные. Люстры пыляют? Ну, люстры пыляют, там стаканчики могут пошуметь. Ну, страшно? Или уже привычно? Ну, уже привычно целый день. А как сейчас здесь сверкаются вулканы? Прям такой нету статистики, но сейчас шевелочек начал оживляться. Ничего себе! Сильное извержение? Ну, прям с лавой, с побочным тратером. Обалдеть! И правда, Камчатка удивительно суровый край, где господствует природа. Я восхищаюсь бесстрашными людьми, которые здесь живут. А может, местная красота заставляет забывать обо всех страхах? Знаешь, что меня разрывает? Мы едем уже минут 40, а каждые 10 минут местность как будто меняется. И на каждой точке, которую мы проехали, можно было снимать какой-то новый фильм. Можно было снять «Марсианина», «Джанго освобожденный», «Мир дикого запада», «Безумный Макс». И еще кучу всего. И это, конечно, поражает. Павел, а это кто-то поставил чайник и ждет нас к обеду, или что это? Это фумарваловый из активного кратера. А едем мы именно к этому кратеру? Это не опасно? Просто красиво. Слышал. Так что два тружка попроще. Руспокойся, и все будет хорошо. Вот мы и на месте. Перчаточки отдали. Сейчас дадут мешок, в который я буду складывать мусор. И все, можно приступать к делу. Мы все, идем-идем, а мусора по дороге на вулкан я что-то не вижу. О, овраг! Тут я точно наполнив свой мешок. А то чувствую себя прям какой-то бесполезной. Ой, подождите, а куда это все уходит? А что говорят? Нужно уходить? Наверх подниматься, а тут идет дверь снизу. Обратно теперь идти? Ну, вот сюда. А мусор где собирать? Там тоже есть. Там тоже есть мусор. Вы покажете, да? То есть вы поняли, вся наша группа сейчас поднимается наверх. Потому что по реке спускается медведь. А мусор, мусор, мы и так найдем. А цель была так близка. Суровый край до твоей планы обламывает медведь, которая тут живет и хозяйничает. Я так хотела совершить свое собственное маленькое восхождение на вулкан, ну, или хотя бы к вулкану. Но ничего, то ли еще будет. Главное, сейчас успеть собрать свои манатки. Чтобы медведь меня не сожрал. Да уж, природа здесь диктует свои условия. А еще знаете что? Я до сих пор не вижу мусора. Что же мне так не везет-то? Не поубирали даже. Да нечего убирать. Люди, видимо, не мусорили вчера. Сейчас в плане экологического туризма гораздо проще, потому что люди начали отвлекаться и понимать саму важность. И вот тому доказательство. Официально заявляю. Не потому, что я ленивая. Просто потому, что тропа действительно чистая. И мешок пустой. Никакого мусора. Надеюсь, так будет всегда. А я, когда собиралась уходить, кое с кем познакомилась. Это Любовь Тимофеева, директора заповедника. Она вместе со всеми участвует в акции. Сейчас спрошу у нее, успею ли я хоть куда-нибудь взойти, раз уж нам не посчастливилось очистить вулкан. В целом, восхождение занимает хорошую погоду, 5-6 часов наверх. 5-6 часов? В первую очередь, в первую очередь. Я же не успею. На самом деле, можно подняться на экструзии в арбюр. Ага. Сколько примерно по времени? Если песком отсюда, это 5-6 часов. Ну, не вулкан, конечно, зато я уверена, что впечатления будут не менее яркие. Поэтому хотя бы поднимусь на этот порожек перед вулканом, что тоже, наверное, круто. Кажется, мы уже подъезжаем к цели. Наша долгая дорога к вулкану Мутновскому подходит к концу. Дальше идем пешочком. Пройдем наверх. А сколько подниматься? Чачка. А это вверх. Ну, а если быть честным... Подольше. Я понял. Поднимемся на 1860. Прямо туда к активному кратеру, да? Кайф. Снова вооружаемся палками и вперед. Так, левая рука, правая нога и после, как идем. Я понял. Как обычная ходьба. Как обычная ходьба и ты сразу начинаешь забывать просто как-то обычно ходишь и начинается вот это вот. Идиотизм. И снова виды сменяются как в калейдоскопе. Подъезжали мы к зеленым склонам, а сейчас идем по рыжим марсианским пескам. Ну что, мы 40 минут поднимались, позади самый сложный подъем. Такое ощущение, что до дымящегося кратера идти два дня. Да нет, это только если вперед идти в лоб, прямо. А мы пойдем? Сбоку? Обойдем его. Тогда восхождение займет пару часов, но идти и правда легче, хоть ноги и устают жутко. Еще бы! Два дня подряд куда-то карабкаться. Я уже почти на вершине. Дальше пойду только с одним пашкой. А пейзаж между тем снова меняется. Идешь как будто по территории Велевонки. И все вокруг это торт-муравейник. Так и хочется сказать, что красота не земная, но по факту еще какая земная. Более того, это наша с вами красота. Это чудеса России, друзья. Вперед! Главное не провалиться в расщелину. За красотой Камчатки так легко забываешь о том, какой это суровый край. Это ледник даже не толщиной называется, а высотой в несколько метров. И он же сходит периодически. Надеюсь, не сегодня. Я вижу нашу цель. Вот оно, фурмарольное поле. Фурмарола это источник горячих газов. Здесь магма подогревает сероводород до такой температуры, что он вырывается наружу из гендр земли. Вау! Где я? Так просто не бывает. Кругом оранжевые скалы из застывшей лавы и облака пара. Под ногами все бурлит, словно там какая-то живая субстанция. Все-таки Камчатка это и машина времени, которая относит во времена зарождения жизни на Земле, и ракета, на которой можно долететь на другую планету. Многие мечтают подойти туда и потрогать этот дым, как им кажется. Но по факту это опасно для жизни. Во-первых, сероводородом высокой концентрации можно просто отравиться. А во-вторых, температура этого пара около 300 градусов по Цельсию. Поэтому я вот стою на том самом расстоянии, где активный запах еще не мешает дышать, но при этом сообщать тебе о том, что ближе лучше не подходить. Но красота вокруг стоит и того, чтобы подышать сероводородом, и чтобы идти по каменистым склонам несколько часов. Скалы, похожие на мраморный кекс с рассыпанной шоколадной крошкой. Горные ручьи. Мне надо вам признаться. Здравствуйте, меня зовут Тимур, и я вулканолюб. Я кратерофил. А вы должны были сказать привет, Тимур. Как жаль, что приходится сказать только пока Камчатка. Времени у меня остается только на то, чтобы спуститься обратно к нашему джипу и успеть навстречу с Региной. А если вы хотите так же интересно провести здесь время, то обратите внимание на этот онлайн-сервис. Перед посещением Камчатки загляните в онлайн-журнал на Руспас. Всего в одной статье собрана вся полезная информация. А их здесь сотни. Куда ехать? Когда ехать? И главное, что привезти в подарок родным? Согласитесь, что удобно черпать всю полезную информацию из проверенного источника. Пользуйтесь! Увидимся на Камчатке! Покорять я сегодня буду экструзию верблюд. Поэтому скорее беру снаряжение и в путь. Ничто меня не остановит. Уху! Я иду на вулкан! Ааа! Нет, я не иду на вулкан. Я иду на экструзию верблюд. Звучит? Папочнее. Экструзия верблюд это такой скальный массив из застывшей лавы. Иногда ее называют недовулканом. Как раз из-за таких туристов, как я, которые хотели подняться прямо к жерлу на высоту три тысячи метров. Но в итоге не спеша идут на небольшую гору. Подниматься очень неудобно. Почва рыхлая. Этот вулканический песок такой мягкий, в нем ноги погрязают. Да, вулкан осилить было бы сложно. Подниматься вверх несколько часов без остановки по рыхлой породе целое испытание. На камнях будьте очень осторожны. Важно несколько раз перепроверить, насколько стабильно он стоит, чтобы ваша нога случайно не наступила на шатающийся камень, и вы вместе с этим камнем вон туда, аж до Петропавловского, Камчатского. Лучше вообще подниматься, как этот самый верблюд. Медленно и спокойно. Есть ощущение, знаете, будто если сейчас палки отпустить, то я буду парить над землей. Ножки просто вот такие ватные после подъема. Даже в них такая легкость чувствуется. И вот стоит только сделать так. Я буду порхать. Так приходится пока что своими двумя добираться. Тяжело. Осталось совсем немного. Последние шаги самые сложные. Но когда, наконец, поднимаешься наверх, об усталости напрочь забываешь. Ради этого стоит жить. Я так часто напоминаю о том, что мне есть с чем сравнить. И вот этот холм похож на Новую Зеландию, а тот на Норвегию. Но нет такого места на земле. Идентично похожего нет. Только здесь, на Камчатке, можно увидеть эту красоту. Награда за покорение горы – этот потрясающий вид. Неземной. Словно декорация из фантастического фильма про другую планету. И в такие моменты ты понимаешь, как важно эту природу беречь. Камчатка, ты чудо России! Моё путешествие подходит к концу. Время для моей особой миссии. Несмотря на то, что мы на Камчатке, этот тост будет кавказским. Потому что в высоко-высоко в горах, посреди красивейшего плато, в окружении девяти вулканов один маленький, но пожилой мальчик достал из кармана сто долларов и спрятал их в большую бутылку, в которую он мог бы налить вкусного вина и выпить за здоровье зрителей «Орла и Решки». Но он лучше положит туда эти сто долларов, чтобы тот, кто нашёл их, сам решил, на что он их потратит. Поэтому здесь, на Вилючинском перевале, я желаю тебе, кем бы ты ни был, подняться высоко, чтобы спуститься красиво. Ну что, я пошёл прятать. Вот она, бутылка. Вот сто долларов. Не видно. Ищите клад от «Орла и Решки» на Вилючинском перевале в зарослях Можжевельника. Следите за координатами и удачи, мои горные пираты. За два дня на Камчатке мы поняли, почему этот суровый и далёкий край так манит. Это просто невероятно. Ведь здесь земли накаляют потоки лавы и бушующие гейзеры. Горит, как будто земля. А с вершин огнедышащих гор Камчатка напоминает инопланетную Сахару, где пейзаж создан из пепла. Вау! И кипящих, затянутых раскалённым паром полей. А-а-а! Горячо! В этот уикенд мне удалось по камчатским меркам довольно бюджетно отдохнуть. Ну ничего себе! А я со ста долларами увидела такую красоту, которую ни одна камера не сможет передать. У-у-у! Это просто надо увидеть своими глазами. Это какая-то немыслимая красота. А давай мы с тобой вместе и навсегда километры, часовые поэса, самолёты, авто и звёзды Ориона. Мы с тобой всегда вместе, с тобой везде я дома. Камчатка, ты чудо России! У-у-у! Регина Петровна! А-а-а! Привет! Привет, рассказывай, ты покорил вулкан? Да, два. Два? А я один, но, да и не совсем вулкан. Короче, ну не важно, это было настолько круто, я впечатлена. Это так, потому что Камчатка открывается с новой стороны. Да. И несмотря на то, что мы уже здесь второй раз за этот год, это как посмотреть любимый фильм и переосмыслить его. Сто процентов. И вот скажи, вообще сами вулканы не такие таинственные и такие романтичные? Да, и как человек, который делал своей жене предложение на вулкане, пусть и не на Камчатском, я хочу вам сказать, все вулканы Камчатки ждут вас и ваша вторая половинка никогда этого не забудет. Да, горько. До следующей недели! Счастливо! Счастливо!